Ну а во второй городской школе торжественная линейка была наполнена особенными эмоциями. Сюда первый раз в первый класс пришла Зоя Поликарпова. Девочка из нашего города, за которую мы все так переживали, сегодня на праздничной линейке подавала первый школьный звонок. Казалось бы, это невозможно за столь короткий срок после сложнейших операций восстановиться и вместе со своими друзьями-сверстниками в самый главный для первоклассники день переступить порог школы. Подробности у моей коллеги Екатерины Дементьевой. Дорогие ребята, дерзайте, смело идите вперед, получайте новые знания, побеждайте в олимпиадах, конкурсах, дружите. Белые банты, букеты цветов, из-за которых и не сразу разглядишь растерянные лица первоклассник. Каждый из них начинает свой путь во взрослую жизнь. Впрочем, многие переступили порог школы смело. Ну, я не волновалась, чувствовала себя как первоклассник. И страшных эмоций не было. Как ты планируешь учиться? На пятерки, четверки. Больше волновались в этот день, пожалуй, выпускники, которым предстоит сложный год перед итоговыми экзаменами. У выпускницы единственного в школе 11 класса Натальи Казицыной сегодня особая миссия. Она должна помочь первоклассникам дать их первый в жизни школьный звонок. Мне дали поручение подавать первый звонок. Это было честью для меня. Я очень волновалась, переживала, была рада. Когда я взяла первоклассник, они смотрели на меня, волновались, улыбались тоже. И это очень волнительно. По традиции громким звоном, дающим старт новому учебному году, управляли первоклассники. Одна из них – Зоя Поликарпова. Озорная, огненно-рыжая девчонка, стойко справившаяся со своей серьезной болезнью, очень ждала праздника. С утра с нетерпением завевала кудряшки. Конечно, волновалась, но в школу уж очень хотелось. Мы не ожидали, что у нас, конечно, в нашем классе будет маленькая звездочка. Мы очень рады, что наша Зоя пришла в наш класс, что она справилась с этим недугом. Мы этот все недуг знают, это не секрет. Мы молодцы, мы справились. Мы будем точно так же, все наши 10, либо 11 лет будем точно так же проводить. Наши первоклассники, у нас дети, у кого первый, у кого второй, у кого третий. Мы эту школу очень любим. У всех эмоций действительно зашкаливает. Зашкаливает. Школа добрая, школа маленькая, она уютная. И все здесь действительно как бы одна большая семья. И действительно, каждый в этом зале сегодня с радостным сердцем встречал маленькую девчушку, победившую вместе с родителями тяжелейшую опухоль головы, которая встречается один раз на миллион человек, и благодарил уникальных докторов. Но самый главный, самый благодарный зритель здесь – это мама Зои, которая так ждала выздоровления дочери и верила в их победу. Спасибо большое каждому, кто был с нами. Мы пошли в первый класс, у нас все получилось. У нас еще все впереди. Мы будем стараться. Просто большое человеческое спасибо каждому. Мы вместе. Да, мы вместе.